Здравствуйте, уважаемые коллеги! После небольшого перерыва мы с вами продолжаем наши видео уроки. В сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим построение профиля крыла и трехмерной модели элемента крыла для дальнейших аэродинамических расчетов. Исходными данными будут являться координаты известного профиля. В данном видео мы с вами рассмотрим профиль NASA 0012. Вот координаты можно взять с сайта, вот я открыл страницу браузера airfoiltools.com Я ввел в поиске NASA 0012 airfoil, airfoil значит аэродинамический профиль. И вот тут у меня вышло две ссылки, в одной из них показаны координаты профиля, и можно также редактировать параметры этого профиля. А вот в другой ссылке там уже даны характеристики этого профиля. То есть вот здесь вот мы с вами видим характеристики при различных числах рейнольца, которые мы с вами в дальнейшем сможем сравнить с нашим 3D газодинамическим расчетом. Вот. Но есть небольшой нюанс, связанный с тем, что продувка профиля и продувка конечного участка крыла, она отличается, так как у профиля нет зависимости потерь от удлинения крыла. Вот. Значит, можно, конечно, взять точки вот из этого окошка, но здесь очень много точек. Для простоты мы с вами уменьшим это количество. Вот здесь представлены непосредственно характеристики нашего профиля, его точки, толщина профиля. Можем выбрать количество точек профиля. Ну, давайте с вами зададим, допустим, 40. Нажимаем кнопку Plot. Вот мы видим, что количество точек уменьшилось. Можно уменьшить до 20, но на этом сайте предлагается от 20 до 200. Если взять 20 точек, но профиль достаточно ломанный, нас это не устроит. Давайте возьмем хотя бы 40 точек. Вот у нас сгенерировались эти 40 точек. Конечно, кто умеет составлять макросы для различных программ, можно эти точки автоматически загрузить, и у вас профиль получится. Но мы с вами просто руками по точкам построим профиль в CAD программе. В нашем случае мы будем использовать SolidWorks. Я копирую вот эти данные для удобства работы, допустим, в блокнот. Вот эти точки сгенерировались. Также можно построить половинку профиля и сделать симметрию, поскольку профиль у нас симметричный. Ну, попробуем с вами это сделать. Возможно, потребуется один прием использовать. Давайте попробуем. Итак, переходим в SolidWorks. Начинаем строить эскиз. Выбираем плоскость. Заходим во вкладку эскиз и строим по точкам. Здесь нас интересует только операция точка. Потом мы все это соединим с плайном. Ну что ж, давайте попробуем. Первая точка 0. Так, и 1. В результате построения по точкам у нас получилась вот такая картина. Теперь мы эти точки соединяем с плайном. Как мы видим, последняя точка у нас не сходится прямо в 0, то есть задняя кромка имеет определенную величину. Вот наш сплайн завершен. После того, как все точки соединили, нажимаем Escape. Так, ну и мы можем видеть, что вот в первой точке профиль, он как бы имеет некий угол касательный. А в идеале он должен быть равным 90 градусов. Я вот провожу вертикальную линию в начале координат и задаю дополнительную взаимосвязь, касательность. Вот мы видим, что у нас получился вот такой уже профиль, у которого в носовой части касательная перпендикулярно его оси. И теперь мы делаем зеркальное отражение нашей вот этой кривой. Выбираем операцию зеркала, объект для отображения и ось симметрии. И замыкаем наш профиль прямым отрезком. Вот у нас получился такой материал, то есть профиль, имеющий длину 100 мм и толщину 12%. В нашем случае это 12 мм. Теперь нам необходимо приготовить 3D-модель для моделирования. Если все нормально, то модель у нас построится. То есть если эскиз замкнутый, выбираем операцию «вытянутая бабышка основания». Видим, что у нас эскиз выдавливается, то есть проблем никаких нет. Ну и задаем величину, допустим, 100 мм. Вот у нас получился такой объект. Мы можем посмотреть этот профиль со всех сторон. Так, кстати, я забыл сохраниться. Это нужно было сделать изначально. Мы можем этот профиль масштабировать, вращать, то есть задавая необходимый нам угол атаки. Для масштабирования выбираем «вставка», «элементы», «масштаб». Масштаб равномерный, значит, вокруг, вот исходная точка, значит, это начало кардина. Давайте смасштабируем в два раза. То есть профиль стал у нас в два раза длиннее и в два раза шире. То есть вот длина 200 мм. И хорда профиля также 200 мм. Для задания угла атаки выберем также операцию преобразования. Операция «переместить-копировать». Значит, выбираем тело, галочку «копировать не вставим» и задаем, значит, вращение. Здесь мы задаем линейный объект, допустим, передняя кромка и, скажем, угол атаки, пусть будет 5 градусов. То есть вот в данном случае это у нас будет положительный угол атаки. То есть вот мы с вами задали. Также можно эту операцию редактировать и задавать уже, какой нам необходимо угол атаки. 10 градусов и так далее. Пока что ставим 5 градусов. И для моделирования R-динамики нам с вами необходимо построить расчетную область. Для этого также на плоскость спереди построим еще один эскиз. Это такая прямоугольная область. Но мы с вами знаем примерные рекомендации из предыдущих уроков. Немножко сократим размеры области для экономии расчетной сетки. Вот мы с вами построили такой эскиз. И также выдавливаем его на расстояние, равное длину элемента крыла. Это 200 миллиметров. И убираем галочку объединить результаты. Так. Ну вот мы с вами имеем два тела. Одно, правда, у нас скрылось. Но мы сейчас сделаем такую операцию вычитания. Это заходим в ставка, элементы. Так. Так, похоже... А, объединились. Не убралась галочка. Странно. Еще раз, вставка, элементы, скомбинировать тела. Операцию удалить. Из основного тела удаляем вот наш профиль. Вот таким образом мы с вами получили непосредственно расчетную область для моделирования задачи аэродинамики. Ну давайте немножко еще размеры сократим. Пусть будет вот так. Для нас пока что это не критично. Область, конечно, невелика. То есть в идеале нужно задать ее побольше, чтобы исключить влияние границ и граничных условий. Но для нас пока что так будет достаточно. И все, сохраняем наш проект. И также для пакета ANSYS мы можем сохранить как, допустим, формат Parasolid. NAC0012. Я вот здесь вот задам угол. Допустим, 5 градусов. Градусов. Английский 5. То есть 5 дегри, 5 градусов. Также я могу вот здесь вот задать 0. Так. Для этого мне нужно не 0, а просто погасить эту операцию. То есть исключить ее из расчета. Вот видите, 0. Также я могу сохранить как. Итак, мы просто погасили эту операцию и сохраняем уже файл с углом атаки 0 градусов. Ну и допустим, с углом атаки 10 градусов. Я снова высветил операцию. Задаю угол атаки. И также сохраняем. Так, все тела. Вот таким образом вы можете сделать диапазон моделей с различными углами атаки и провести такой параметрический анализ и сравнить ваши результаты уже с данными эксперимента или с какими-то графическими данными. Дальше мы будем с вами строить сетку и проводить моделирование аэродинамики профиля. На этом все. Спасибо за внимание.